Приветствую вас. Я, к сожалению, не очень хорошо помню ваш первый вопрос, то есть помню, что вроде бы отвечал на него, но поскольку вы написали анонимно, то посмотреть на ваш вопрос другой, в чем его суть и в чем его особенности. Не представляется возможности, поэтому давайте будем разбираться сейчас с тем, что есть. Ну, во-первых, вопросы возникают к вам уже на второй фразе, значит, если мужчина вас ударил. То он совершил совершенно ужасный поступок. Он поднял руку на женщину, это значит, что он не уважает себя, а значит, не уважает вас. И вы после того, как он вас ударил, еще и сами поехали мириться. Вот, собственно, вопрос, который у меня к вам возникает. Ну как, после того, что он вас ударил, после того, как он вас ударил, вы еще и поехали к нему мириться? Что вас на это сподвигло? Что вас на это сподвигло? Сделали бы на такие отношения, в которых вас могут ударить, в которых вас не уважают, так оскорбляют и так далее. Вопрос к вам. Дальше, за что он так с вами? Спрашиваете вы. Ну, в принципе, по существу коллеги вам мои уже ответили на что. Вопрос к тому, что вы не цените себя, на то, что вы поставили себя так, что... Собственно, вы поставили себя так, что мужчина откровенно перестал вас как-то уважать, ценить, вообще, наверное, чувствовать себя даже с вами мужчиной. Он перестал, ну вот, почему-то мне так показалось, исходя из того, что вы написали. И он знает, что ему за это ничего не будет. Он не чувствует, что может как-то обжечься, например, о вас. Он не чувствует, что вы можете сделать ему что-то плохое, например, когда и если он ведет себя с вами так. Он не чувствует, что вы себя любите. Он не чувствует, что вы себя цените. И, соответственно, если он не чувствует, что вы себя любите, и не чувствует, что вы себя цените, то... Как тогда можно строить отношения? Никак. А почему, казалось бы, почему так происходит? Потому что вы не любите сами себя. Потому что вы дали мужчине понять, и понять достаточно четко дали вы, что он вам нужен. И нужен он вам для себя. То есть вы чувствуете в этом мужчине потребность. И он знает, что вы в нем нуждаетесь. И из-за того, что он знает, что вы в нем нуждаетесь, он так себя и ведет. Именно по этой причине. То есть причина, вообще-то говоря, достаточно проста. Мужчина знает, что он вам нужен. Мужчина знает, что вы в нем нуждаетесь. Мужчина перестал видеть в вас женщину, а значит перестал чувствовать себя в мужчине. И вылезло все то негативное, что в нем было. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать по факту. Далее. Вы понимаете, что у вас зависит. Вы отдаете себе отсчет в том, что вы зависимы от него. Это хорошо. Хорошо, что вы зависимы. Как раз это вы чувствуете твою зависимость от него. Это здорово. Но теперь, когда и если вы это поняли, нужно работать с этой зависимостью. Как? Вообще-то говоря, работа зависимости всегда идет через воспитание в себе любви к себе, через воспитание к себе уважения, через воспитание самооценки и так далее. И вот, собственно говоря, это вам и нужно делать на данный момент. На данный момент то, что вам требуется, это работает над повышением уровня вашей самооценки любви, а также над ограничением. И это важно. Собственных потребностей, которые у вас есть, и которые направлены на удовлетворение ваших желаний. И, собственно говоря, любовь. То, что вы проявляете к мужчине, это ни в коем случае не любовь. Это, скорее, потребность. И самое страшное в этом то, что для вас, по вашему мнению, потребность эту вы не можете никак удовлетворить, кроме как через этого мужчину. Других способов у вас нет. Отсюда и ваши проблемы. Отсюда ваши действия такие, на первый взгляд, не совсем корректные, не совсем правильные, не совсем верные и так далее. Почему? Откуда они? Ответ прост. Вы не знаете, как по-другому удовлетворять свои желания, свои потребности. У вас нету средств и способов для этого. Соответственно, средства и способы нужно найти. Они кроются в вас. И именно их поиском необходимо заниматься. Менять свою модель поведения, не только женскую модель поведения, но и модель поведения, я бы сказал, обще-социальную. И отдельно необходимо прорабатывать ваши отношения, скорее всего, в семье, с родителями, потому что именно та берет свое начало то отношение к себе, которое позволило вам на данный момент позволять к себе так относиться. То есть, ваши детско-родительские отношения определяют то, что есть сейчас. Если бы родители привили вам любовь к себе, привили бы уважение к себе, если бы у вас была правильная, подходящая вам модель женского поведения, ничего бы этого не было. И вы были бы удовлетворены, вы были бы независимы, вы бы строили отношения на совершенно других основах. Но поскольку ничего этого нет, соответственно, и нужно с этим разбираться. Если после всего того, что мужчина вам сказал и сделал, вы еще хотите его вернуть, то одним ответом на один вопрос обойтись, к сожалению, не получится. Нужно с вами работать, начиная едва ли не с подросткового детского возраста. Если хотите, избавиться от зависимости, если вы хотите, чтобы больше у вас были... Если вы хотите, чтобы у вас больше не было таких вот сцен унижения, если бы вас выгоняли. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!